В Советском Союзе строили самую разную технику. По всей стране были сотни заводов и ремзаводов, где придумывали что-то новое. Прошло уже очень много времени, но даже сейчас в продаже можно встретить любопытные, а порой и крайне редкие автомобили из СССР. Например, сейчас в Саратовской области продают автобус. Казалось бы, что в нем может быть интересного? Наверное, очередная рухлядь. Конечно, нынешнее поколение на этот автобус даже внимания не обратит, но те, кто служил в советской армии, вспомнят эту барбухайку. Продается очень, очень редкий советский автобус АПП-66. Автобус повышенной проходимости выпускался исключительно для нужд советской армии на 172-м центральном авторемонтном заводе в городе Воронеж. С периода 1985 по 1987 год, всего-навсего три года, было выпущено 800 автобусов в различных модификациях. Чем же он так примечателен? Тем, что автобус спроектирован на базе грузовика ГАЗ-66 и в техническом плане ничем не отличается от обычной Шишиги. Автобус от Шишиги унаследовал один огромный минус. Обратите внимание, где расположен рычаг управления трансмиссией. Водителю, управлявшим АПП-66, я, конечно, не завидую. Машина, конечно, очень сильно отличается от оригинального состояния. Это хорошо заметно по передней части и остеклению, а также по внутренним убранствам. Сейчас машина представляет собой автодом. Штатный силовой агрегат заменили. Сейчас установлен Д-240. В настоящее время автобусов АПП-66 в большом количестве не сохранилось. В лучшем случае десяток на всю страну. Имеет ли автобус ценность для коллекционеров и владельцев частных автомобильной коллекции? Да, имеет. Сколько стоит, к сожалению, неизвестно. Надеюсь, он попадет в хорошие руки и будет в дальнейшем восстановлен. А вам приходилось ездить на АПП-66? Делитесь своими историями в комментариях под этим видео. А на этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!